Ну и такой риторический вопрос. Вы как-то сказали, что назад дороги к социализму нет, а мне капитализм ничего не дал. Почему у людей не спросили? Во-первых, у людей спрашивали в начале 90-х годов. И несмотря на то, что 74% проголосовало за сохранение Советского Союза, потом, кстати говоря, никто почему-то об этом не вспомнил. И Верховный Совет РСФСР проголосовал, по сути, за распусками Советского Союза. Так что это были представители народа, они за это проголосовали. И, кстати говоря, я так понимаю, что вопрос задал сторонник каких-то левых взглядов, может быть, Компартии, но а кто-никак Компартия распустил Советский Союз? Но это именно так было сделано. И Михаил Сергеевич Горбачёв, генеральный секретарь ЦК КПСС, и вторая противоборствующая тогда сторона – все выходцы из политбюро ЦК КПСС. Ну вот и чего? Вопрос-то о чём? Значит, возможен ли возврат? Ну почему? Социализм в полном объёме – это моё личное время. Ну, маловероятно, просто маловероятно. Страна другая стала. Значит, это только через очень тяжёлые внутренние конфликты, возможно. Нам нужны эти конфликты. То, что политические силы, которые придерживаются левого взгляда, в социалистических идей, могут контролировать страну и верховную политическую власть, я этого не исключаю. Почему? Любая легальная политическая сила в ходе открытой политической дискуссии, обращаясь к народу, к населению, к избирателям, способна завоевать его симпатии и утвердиться в верхних эшелонах власти. Будет ли это хорошо для страны? Я не знаю. Потому что одно дело национализировать всё и вся, а другое дело добиться, чтобы национализированные отрасли эффективно работали. Это совершенно разные вещи. И элементы, скажем, государственного влияния и государственного регулирования у нас и так присутствуют. Это отдельная и большая дискуссия. Продолжим про Беларусь. Очень много вопросов. Вот с сайта зачитаю. Когда будут Россия и Беларусь объединяться в настоящее полноценное союзное государство? Есть предложение спросить у народа, провести референдум даже. Ну да. Значит, у нас на сегодняшний день не стоит вопрос об объединении в одно государство. Речь идёт о реализации договора, который был подписан уже много лет назад, о создании так называемого союзного государства. Это не единое государство, это не одно и то же. Но там, правда, много элементов, вплоть до создания союзного парламента, введения общей валюты, единой валюты и так далее и тому подобное. Что-то не было сделано со стороны России, Россия затормозила, что-то не было сделано со стороны Беларуси. Вот мы сейчас договорились с Александром Григорьевичем Лукашенко о том, что мы вернёмся к этому договору и вместе посмотрим, что же нужно реализовать из того, что не было сделано. И во что нужно внести соответствующий корректив. Вот сейчас экспертные группы, сформированные на уровне руководителей правительства, заместители руководителей правительства, сейчас этим активно занимаются. На самом деле и сделано, кстати говоря, немного, в том числе в социальной сфере, с точки зрения свободного передвижения товаров и услуг, людей, с точки зрения социальных гарантий с обеих сторон. На самом деле сделано немало, но, на мой взгляд, явно недостаточно. Можем сделать и должны сделать гораздо больше.